ну что всем привет всем привет вы снова на нашем банке и сегодня у нас доставка вот такие у нас сегодня пир у нас сегодня так смотрю у меня здесь не знаю что за суп у нас здесь много чего мы начинаем начинаем с супа я начинаю супа бигей начинает с пюрешки мне какой-то куриный супчик покажу у меня лапша курицы по простянски если говорить а так это спагетти туда-сюда это это обычная доставка короче говоря бизнес-ланч мы сделали доставку бизнес-ланч это обычный рулет вообще мы сегодня хотели у нас есть щи из кролика но у нас недавно был борщ как-то у нас все пошло не по плану мы решили просто сделать доставку мы часто делаем не часто но это для нас уже проверенная доставка обкатанная вот и до любви для ножи мне хлеб с этим пицца пока не забыла подпишитесь обязательно подпишись на наш канал и сегодня пицца пицца хлеб в общем 28 марта это день час земли это когда многие страны города и вообще каждый человек выключает свет у себя в дома дома в офисе там где где он может это сделать выключает свет полностью на целый час ну типа земля отдыхает и вообще это движение но появилась уже давно вот и она про ну каждый год там выпадает на какую-то дату и вот в этом году будет 28 я уже не помню по какому времени но я просто посмотрю сейчас не скажу но я напишу вот вам сейчас мне кажется из-за текущих событий мы столько уже энергии сохранили заводы не работают по всех мер по всем мире поэтому часть земли можно отменить пищевая промышленности работает но не в те заводы становились но основные ну как бы большие такие производственные где много много людей я должна была попасть в воскресенье к ортодонту попала позвонили сказали на у нас тюмени вы же наверно не знаете все по всей россии объявил путин не буду говорить объявил выходным вот соответственно ничего не работает только там больницы все основного магазина это все у нас будет работать и вот в тюмени важно понимать что это вот выходные как на новый год выходные все происходит в смысле не те выходные что мы должны веселиться и праздновать там отмечать нет смысле в том что город будет функционировать то чуть точно так же как например на новогодние выходные то есть ничего в этом страшного нет что но мы нормально существуем что мир не остановится вот и марта да будет работать мне уже позвонили отменили запись вот я хотел на встречку пойти не познали но уже завтра ты не сходишь раз проверим позвоним запустил не джим кири который вот снимался маски джим кири он запустил флешмоб что он не будет брить бороду ну площадь пока не закончится пока не заканчивая его просто запеку пока не закончится всемирными одни и блины какой-то салатик мы здесь вот реально все в общем мы все мы готовимся к 2000 подписчикам будет тортик буквально осталось на человек 10 у нас уже будет 2000 едем дальше и выбираем обороты я заказал тебе оливье мы заменяемся больше макарон почему захотелось возьми папины макароны я люблю вообще любые там кабачкова там баклажанные рулет из особенно грузинский я буду так я делаю обзор магазинов естественно все мои магазины закроются но я покажу буду в инстаграме показывать те магазины которые работают по факту как они функционируют какие кушают у тебя что еще грибы Alexandru что бы люди не паникаю Еще мне сегодня появилась идея на период выходных создавать чаты, потому что в каждом подъезде хотя бы одна одинокая бабушка живет или в общем какой-нибудь человек, который попадает вот в эту зону, хотя бы он по-любому живет у вас среди вас, и создать чат подъездный или чат для лестничной площадки для, знаете, такой вот одной взаимопомощи, скажем. Когда вы, например, ездите в магазин, чтобы вот не закупались мы целыми, не бежали в магазин, да, и не делали запасы там на целый месяц, чтобы лишний раз в магазин не ходить, но, например, если кто-то из соседей в этот чат может написать, допустим, я поехал в магазин, кому что взять, и каждый может сказать ту мелочь, которую ему нужно взять, то есть получается, чтобы и не будете закупаться вместе с Петером, но все не купишь, все равно то, что ты хочешь, и чтобы из-за этой мелочи лишний раз тоже не ехать в магазин. Мне кажется, если большинство так сделает, что, например, один человек едет, покупает кому-то хлеб, кому-то мыло там, ну что-то, кто не взял, то, в принципе, в магазине нас станет меньше. Ну, особенно это актуально для пателлых людей, чтобы они лишний раз туда не шли. Пока мы кушаем, хотел показать, что у нас будет в конце видео, поэтому смотрите до конца. Это в подарок, да, принесли? Что это? И есть еще один, покажу в конце. О котором я не знаю. Нет, который видит. Я думала, еще что-то есть. Так-то еще. Вот. Кстати, очень вкусно. Или, например, мамочка с ребенком у вас живет в подъезде. Самое время познакомиться с соседями. Это уже легко сделать, просто напишите в чат, в объявлении на первом этаже. Напишите свой номер. У меня здесь печеные овощи и куриные рулетики, что-то со шпинатом, что ли. А у тебя? Рыбная когретка? Нет, у него не в чайке и перешка. Здесь у нас роллы запеченные с сыром. Hot cheese, по-моему, называется. И роллы какой-то блинные какие-то роллы. С какой-то травой, с майонезиком. Ну, в общем... У меня рулет не очень. Не совсем япанским, но вкусно. Какой-то он сухой. А ты будешь свою тевчельку? У меня оторвалось. Можешь вот это здесь, а тевчельку можешь оставить. Уставить? Угу. Угу. Я думаю, она целая, она оказывается на кошечке. Две. Угу. Попробуем. Суховатые рулетики. Попробую исполонить. Угу. 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 У меня такие узлы, луковые. А на узелках у нас вот эти бакларанчики с какой-то начинкой там. Угу. Это сливочное, овощное. То есть, какого-то веганское нарублю дополнить. Угу. Это мне понравилось. А мне кажется, мы их заказывали, когда делали вегетарианский мукбанг. Угу. 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 Которые мне не понравились. Точно. Угу. Но у них нет прям грузинских таких роллов. Ну. Только рулеты. У меня бути было. Затаскал банен и решил взять вот эти хотелки. Угу. Ты мне еще не раскалил. А раскалил. водички оливешка тоже такая вы узнаете сказать есть да здесь огурцы во первых они свежие что я как-то не так это живая еда? да, выпрыгивает не умею сама завязывать шнурки да, Вигея наконец-то научилась сама завязывать шнурки это здорово тебя радует погода очень тепло здесь как шнурки на зале на улице да кстати хлеб в доставке идет автоматически как всегда да или не видно хлеба вам раньше привезли, раньше не привязали треугольный хлеб вот если дома такой хлеб лежит, то он обычный а когда его с доставки привозят, его еще в таких конверсиях привозят это здесь еще они привезли целую кучу хлеба то такой хлеб становится какой-то интересный вкусный у тебя интересный салатик ну что вам гордо не брали? просто кушаем уже не разоревали? я не еду мы там забрали я должна дать дай еще твою тевтельку тогда все ты не будешь тевтелькой будешь? я даю мою игрушу на тевтельке у нас как в тетрисе потихонечку все уходят, уходят коробочки а у тебя был рыбный суп он нормальный? ну ты обманался? ну А я, пожалуйста, не хочу уж. Холопаем. А ну так оно? Холопаем. Вот я мог вам заканчиться, я его даю. И супаем. Так, уберу пару, какую ерунку. Я такую вилку. Чтобы потом у меня не удрало. Мы с тортиком, видео с тортиком, хотим даже сделать как чельнич. Его полностью съесть. Чельмуба с тортиками сладкий. Ну, естественно, это не будет 5-килограммовый торт. Но нужно будет съесть весь торт. Несмотря ни на что. Ну, сладко мыли, да? Он что, рулеты мне не понравились? Ну, если не доедет, то... Не, не важно. Прям очень сухо. Хотя я думала, они будут такие более мягкие, сочные. Они прям вообще... Не айс. Кстати, была в магазине и думала, что взять. А, кстати, с набором будет на неделе мукбанг. Ну, еще десертиков. Кстати, медовик они, смотрите, как интересно украсили. Они сделали из шоколада, типа соты. На медовик. Тут еще было что-то шоколадное, да? Немножко... Ты будешь чаролоков? Угу. В общем, я заказала из набора... Возьми, пожалуйста. Из чья. В общем, десерт. Я очень люблю такой десерт. Я не знаю, как он называется. Ну, типа, у него нет такого названия, как там тиранису или наполеон. Это, получается, в стаканчиках делается десерт. Ну, типа, муссовый. Заливается один слой из чья. Там, как-то, видать, по-молочному делается. И сверху тоже там какой-нибудь манго или какой-нибудь слой. Ну, в общем, придет, приготовим, посмотрим. Что у нас там получится? Ну, я думаю, это получится. Я очень люблю такие десерты. Особенно вот чья, потому что они размокают вот эти зернышки. И становятся вкусные. Вот. Давайте пробовать. Чья, а тут как? Сегодня я даже не знаю, как мне сделать надпись. Все. Из еды. У нас, потому что и первое, и второе, и компот, и десерты. Тут чем-то еще полито. Внутри какая-то апельсиновая. Чуть-чуть, да. Да. Сейчас едем сразу. Угу. Угу. Внутри фрукты. Угу. Да, мелкие. Угу. Понятно. Какой свежий десерт. Угу. Тоже роллы, кстати. Ну, ничего особенного. Просто блин с яблоками. Петя. Завершим твоим тортиком. Да. Сейчас попробую тортик. Ну, уже на вид. И на ощупь такой сочный. Это медовик, он такой прям пропитанный. Мягкий. Ммм. Медовик вкусный. Но. Мне как столовая, да? Хочешь сказать. Вот эта вот пропитка. Ну, вот эта вот слишком, не знаю, масляная или что. Ну, слишком она чувствуется. Не такая нежная, как хотелось бы. И очень-очень сладкий. Ну, что, всем спасибо, кто был сегодня с нами на Мукбанке. Ждем вас завтра. Возможно, это уже будет следующий Мукбанк с двумя тысячами подписчиками. В общем, в любом случае, ждем вас завтра на нашем Мукбанке. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok